Приветствую всех на моём канале. Предлагаю ознакомиться с рассказом замечательного писателя Александра Ивановича Куприна, который называется «Тапёр». Предполагаю, что не каждый из вас знает, что означает это слово. Тапёр – это, как правило, пианист, который сопровождает культурные мероприятия. В начале XX века эти музыканты, как правило, сопровождали показы новых кинофильмов в кинотеатрах. И речь пойдёт о новогоднем празднике. Александр Куприн. Тапёр. 1900 год. Новый год ещё не наступил, но одна богатая семья ищет Тапёра. Хозяин дома, Руднев Аркадий Николаевич, известный всей Москве как гурман, игрок и щедрый покровитель балетного искусства, не утратил заслуженной репутации дамского угодника, поклонника и покорителя в свои пятьдесят с лишним лет. Как правило, Аркадий Николаевич приглашал на все свои праздники оркестр Рябова. Но в этот раз с музыкой произошёл целый ряд роковых недоразумений. Оркестр прийти не смог. И на поиски музыкантов отправили некую Дуняшу. А тем временем начали собираться гости, и их становилось всё больше и больше. А Дуняша всё не появлялось. Хозяева не на шутку забеспокоились. Больше всего беспокоились дочери хозяина. Маленькая Тина, Татьяна и Лидия Аркадьевна, старшая дочь. — Ах, Танечка, голубушка, как же теперь нам быть? Ведь это же ни на что не похоже. Таня сама начала тревожиться. Она подошла к старшей сестре и сказала в полголоса. — Я уж и не придумаю, что делать. Придётся попросить тётю Соню поиграть немного, а потом я её сама как-нибудь заменю. — Благодарю покорно, — насмешно возразила Лидия. — Тётя Соня будет потом нас целый год своим одолжением донимать. А ты так хорошо играешь, что уж лучше совсем без музыки танцевать. В эту минуту к Татьяне Аркадьевне подошёл неслышно, ступая своими замшевыми подошвами Лука. — Барушня, Дуняша просит вас на секунду выйти к ним. — Ну что, привезла? — спросили в один голос все три сестры. — Пожалуйтесь, извольтесь посмотреть сами, — уклончиво ответил Лука. — Они в передней. Только что-то сомнительно. — Пожалуйтесь. В передней стояла Дуняша, ещё не снявшая шубки, закиданной комбьями грязного снега. Сзади её копошилась в тёмном углу какая-то маленькая фигурка, разматывавшая жёлтый башлык, окутавшая её голову. — Только, барышня, не броните меня, пожалуйста, — зашептала Дуняша, наклоняясь к самому уху Татьяны Аркадьевны. — Разрази меня, Бог! В пяти местах была, и ни одного топёра не застала. Вот нашла этого мальца. Да уж и сама не знаю, годится ли. Убей меня, Бог! Только один и остался. Божится, что играл на вечерах и на свадьбах. А я почём могу знать? Между тем, маленькая фигурка, освободившись от своего башлыка и пальто, оказалась бледным, очень худощавым мальчиком в подержанном мундирчике реального училища. Понимая, что речь идёт о нём, он в неловкой выжидательной позе держался в своём углу, не решаясь подойти ближе. Наблюдательная Таня, бросив на него украдкой несколько взглядов, сразу определила про себя, что этот мальчик застенчив, беден и самолюбив. Лицо у него было некрасивое, но выразительное и с очень тонкими чертами. Несколько наивный вид ему придавали вихры тёмных волос. Большие серые глаза, слишком большие для такого худенького детского лица, смотрели умно, твёрдо и не по-детски серьёзно. По первому впечатлению, мальчику можно было дать лет одиннадцать-двенадцать. — Вы говорите, что вам уже приходилось играть на вечера? — Да, я играл, — ответил он голосом, несколько сиплом от мороза и от робости. — Вам, может быть, оттого кажется, что я такой маленький? — Ах, нет, вовсе не это. Вам ведь и лет тринадцать должно быть. — Четырнадцать. — Это, конечно, всё равно, но я боюсь, что без привычки вам будет тяжело. О, мальчик откашлялся. — О, нет, не беспокойтесь, я уже привык к этому. Мне случалось играть по целым вечерам, почти не переставая. Таня вопросительно посмотрела на старшую сестру. Лидия Аркадьевна, отличавшаяся странным бессердечием по отношению ко всему загнанному, подвластному и приниженному, спросила со своей обычной презрительной миной. — Вы умеете, молодой человек, играть кадриль? Мальчик качнулся туловищем вперёд, что должно было означать поклон. — Умеюс. — И вальс умеете? — Да-с. — Может быть, и польку тоже? Мальчик вдруг густо покраснел, но ответил сдержанным тоном. — Да, и польку тоже. — Алансье? — продолжала дразнить его Лидия. Большие глаза мальчика вдруг блеснули гневом и насмешкой. Даже напряжённая неловкость его позы внезапно исчезла. — Если вам угодно, мадемуазель, — резко повернулся он к Лидии, — то, кроме полик и кадрильи, я играю ещё все сонаты Бетховена, вальсы Шопена и рапсодии Листа. — Пожалуйста, прошу вас, позвольте мне что-нибудь сыграть. Лидия Аркадьевна пренебрежительно выдвинула вперёд нижнюю губу и ничего не ответила. Мальчик бережно положил руки на клавиши, закрыл на мгновение глаза, и из-под его пальцев полились торжественные величавые аккорды начала рапсодии Листа. Странно было видеть и слышать, как этот маленький человек, голова которого едва виднелась из-за пюпитра, извлекал из инструмента такие мощные, смелые, полные звуки, и лицо его как будто бы сразу преобразилось, просветлело и стало почти прекрасным, бледные губы слегка полуоткрылись, а глаза ещё больше увеличились и сделались глубокими, влажными и сияющими. Хозяин Аркадий Николаевич, любивший музыку и знавший в ней толк, вышел из своего кабинета. Подойдя к Татьяне, он спросил, «Где вы достали этого карапуза?» «Это топёр, папа!» – ответила тихо Татьяна Аркадьевна. «Правда, отлично играет?» «Топёр? Такой маленький, неужели?» – удивлялся Руднив. «Скажите, пожалуйста, какой мастер! Но ведь это безбожно заставлять его играть танцы!» Когда Таня рассказала отцу о сцене, произошедшей в передней, Аркадий Николаевич покачал головой. «Да, вот оно что!» «Ну что ж делать? Нельзя обижать манчугана!» «Пускай поиграет, а потом мы что-нибудь придумаем!» Когда музыкант окончил рапсодию, Аркадий Николаевич первый захлопал в ладоши. Другие также принялись аплодировать. Мальчик встал с высокого табурета, раскрасневшийся и взволнованный. Он искал глазами Лидию, но её уже не было в зале. «Прекрасно играете, голубчик! Большое удовольствие нам доставили!» Ласково улыбался Аркадий Николаевич, подходя к музыканту и протягивая ему руку. «Только я боюсь, что вы... Как вас величать-то я не знаю?» «Азагаров, Юрий Азагаров!» «Боюсь я, милый Юрочка, не повредит ли вам играть целый вечер? Так вы знаете ли, без всякого стеснения скажите, если устанете. У нас найдётся здесь кому побренчать. Ну, а теперь сыграйте-ка нам какой-нибудь марш побравурнее». Под громкие звуки марша из оперы «Фауст» были поспешно зажжены свечи на ёлке. Затем Аркадий Николаевич собственноручно распахнул настиж двери столовой, и всё пришло в движение. Молодой музыкант продолжал играть и увидел, как в залу вошёл пожилой господин, которому точно по волшебству приковались глаза всех присутствующих. Держался он с такой изящной, неуловимо-небрежной и в то же время величавой простотой, которая свойственна только людям большого света. Сразу было видно, что этот человек привык чувствовать себя одинаково свободно и в маленькой гостиной, и перед тысячной толпой, и в залах королевских дворцов. Всего замечательнее было его лицо, одно из тех лиц, которые запечатлеваются в памяти на всю жизнь с первого взгляда. Большой четырёхугольный лоб был изображён суровыми, почти гневными морщинами. Глаза, глубоко сидевшие в орбитах, с повисшими над ними складками верхних век, смотрели тяжело, утомлённо и недовольно. В это время Юрия попросили играть вальс, и он не услышал, что ответил тот, кого называли Антоном Григорьевичем. Он играл поочерёдно вальсы, польки и кадрили, но из его головы не выходило царственное лицо необыкновенного гостя. И тем более он был изумлён, почти испуган, когда почувствовал на себе чей-то взгляд. И, обернувшись справа, он увидел, что Антон Григорьевич смотрит на него со скучающим и нетерпеливым видом и слушает, что ему говорит на ухо Руднев. Юрий понял, что разговор идёт о нём, и отвернулся от них в смущении, близком к непонятному страху. Но тотчас же, в тот же самый момент, как ему показалось потом, когда он уже взрослым проверял свои тогдашние ощущения, над его ухом раздался равнодушно-повелительный голос Антона Григорьевича. «Сыграйте, пожалуйста, ещё раз рапсодию номер два листа». Он заиграл. Сначала робко, неуверенно, гораздо хуже, чем он играл в первый раз. Но понемногу к нему вернулись смелости и вдохновения. Присутствие того властного и необыкновенного человека почему-то вдруг наполнило его душу аристократическим волнением и придало его пальцам исключительную гибкость и послушность. Он сам чувствовал, что никогда ещё не играл в своей жизни так хорошо, как в этот раз и должно быть не скоро будет ещё так хорошо играть. Юрий не видел, как постепенно просияло хмурое чело Антона Григорьевича и как смягчилось мало-помалу строгое выражение его губ. Но когда он кончил при общих аплодисментах и обернулся в ту сторону, то уже не увидел этого привлекательного и странного человека. Зато к нему подходил с многозначительной улыбкой, таинственно поднимая вверх брови Аркадий Николаевич Руднев. «Вот что, голубчик, а загаров?» заговорил почти шёпотом Аркадий Николаевич. «Возьмите-ка этот конвертик, спрячьте в карман и не потеряйте. В нём деньги. А сами идите сейчас же в переднюю и одевайтесь. Вас довезёт до дома Антон Григорьевич». «Но ведь я могу ещё хоть целый вечер играть», возразил было мальчик. «Тссс!» закрыл глаза Руднев. «Да неужели вы не узнали его? Неужели вы не догадались, кто это?» Юрий недоумевал, раскрывая всё больше и больше свои огромные глаза. «Кто же это мог быть, этот удивительный человек? Голубчик!» «Да ведь это Антон Григорьевич Рубинштейн, понимаете ли? Антон Григорьевич Рубинштейн. Я вас, дорогой мой, от души поздравляю и радуюсь, что у меня на елке вам совсем случайно выпал такой подарок. Он заинтересован вашей игрой. Музыкант в поношенном мундире давно уже известен теперь всей России как один из талантливейших композиторов, а необычайный гость с царственным лицом еще раньше успокоился навсегда от своей бурной, мятежной жизни, жизни мученика и триумфатора. Но никогда и никому Азагаров не передавал тех священных слов, которые ему говорил, едучи с ним в санях, в эту морозную рождественскую ночь его великий учитель. 1900 год Музыкант